Здравствуйте! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Сегодня мы расскажем о самых интересных событиях дня. Смотрите в выпуске. Как обойти болезнь в день борьбы с туберкулезом? Люди, которые строят прогнозы. Праздник у метеорологов. Необычные товары в марте. Нашел корреспондент на площади. Ах, это свадьба! Готовится премьера в Театре драмы. Массовый турнир. Уссурийские пловцы соревнуются в чайке. Забота для селян. Медицинский автопоезд приехал в наш округ. 24 марта. Всемирный день борьбы с туберкулезом. К этому дню в медицинских учреждениях Уссурийска организована профилактическая акция. Студенты-медики и действующие врачи рассказывают жителям нашей территории об опасности, которую несет эта болезнь. Как лечить и кто в зоне риска, узнала и наша съемочная группа. В связи с всемирным днём борьбы с туберкулезом мы проводим такие вот конкурсы, где можно выиграть вкусные призы. Гематоген и витамины. Призы не только вкусные, но и полезные. Ведь не секрет, туберкулез не любит здоровых людей. Правильное питание и верный образ жизни – главная стража инфекции. 24 марта. Всемирный день борьбы с туберкулезом. Одной из опаснейших болезней современности. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое вызывается в результате инфицирования мекобактериями туберкулеза. Передается туберкулез воздушно-капельным прутем. Уссуриск занимает одно из первых мест в крае по распространенности туберкулеза. Студенты медицинского колледжа о туберкулезе знают всё. А вот жителей Уссуриска нет. Без пяти минут медики рассказывают пациентам городской больницы об опасностях заболевания. В их артенале не только полученные за годы учёбы знания, но и аппарат смог чек. Несколько секунд – экспресс-диагностика состояния лёгких готова. Так, индикатор горизелёного, он показывает о том, что вы здоровы. Если бы там был другой цвет, допустим, оранжевый, то вам стоило бы обратиться в больницу. Но всё же главный метод диагностики – флюорография. Её следует делать ежегодно. Здесь же можно узнать адреса для прохождения обследования. Важно помнить, вовремя выявленный туберкулез поддаётся лечению. Но лучше с этим недугом не встречаться. В один голос говорят врачи и пациенты. Конечно, это очень-очень сильно. Она трудноподдающаяся, особенно когда человек вовремя не обращается. Это бич, особенно у нас при море. Все включаются, но когда задают вопрос, что вы будете делать снаружи, до них перекрещиваются. Кто-то знает, кто-то нет. Но большинство все знают, они просто задают вопросы, а до уточнения. Холл терапевтического отделения в цвету, в ромашковом. Именно этот цветок – символ здорового дыхания. Жёлто-белые подделки мастерили доктора. Креативили вечерами с пациентами и с родными дома. За неделю был объявлен конкурс. Активно включились все структурные подразделения. Ну и результат, вы видите, будет у нас день медицинской сестры. Комиссия выберет лучшие символы. И не просто вот так, чтобы красиво было, а чтобы отрошена была цель этого мероприятия. На следующей неделе «Ромашковый экспресс» прибудет в детскую больницу и поликлинику. Где детвори у Сыриска напомнят о важности чистых рук, режиме сна и отдыха. А мамам – о необходимости прокмонту, детском методе диагностики туберкулеза. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Школьники уходят на весенние каникулы. Это значит, что на улицах города будет больше детей-пешеходов. Инспекторы ГИБДД обращаются к водителям и просят быть внимательнее на дорогах. А родителям рекомендуют напомнить своим чадам правила дорожного движения. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей приходится на каникулы и выходные дни. Поэтому в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей во время школьных каникул сотрудники госавтоинспекции в данный период будут нести службу в усиленном режиме. Запланирован ряд мероприятий, которые направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. И госавтоинспекция по городу Сыриску обращается к водителям и напоминает, что при управлении транспортным средством соблюдайте правила дорожного движения, заблаговременно снижайте скорость вплоть до полной остановки транспортного средства при проезде мест массового скопления и отдыха детей. Это дворы, парки, стадионы. Кроме того, родителям необходимо еще раз напомнить ребенку правила дорожного движения, что при выходе на улицу обращали внимание ребенка на светофоры, дорожные знаки и на то, что при переходе проезжей части категорически запрещено использование сотовых телефонов, плееров, наушников. Ну и, конечно же, не стоит забывать о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде ребенка в темное время суток. Значит, еще хотелось бы напомнить, что при перевозке несовершеннолетних детей в автомобиле обязательно использование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств. И самое главное, что хочется сказать, чтобы родители старались воспитывать детей, конечно же, собственными примерами. Пожароопасный период в этом году пришел рано. Снега зимой было мало, к весне почти все растаяло. Какая работа ведется для обеспечения безопасности, обсудили на совещании с главами муниципальных образований края. В Уссурийском округе площадь, которую занимают леса, более 220 тысяч гектаров. Пожаров в этом сезоне не возникло. Для обеспечения безопасности населения от огня сделано многое. В 19 селах округа, около водоемов оборудованы участки, куда смогут подъехать пожарные автоцистерны для заправки. В 17 селах установлены пожарные гидранты, в 5 подземные резервуары объемом в 50 кубических метров. Рядом также сделаны площадки для спецтехники. В 37 селах есть добровольные пожарные дружины, это 140 человек. 36 патрульных групп, которые оснащены первичными средствами тушения, например, отдувами и переносными мотопомпами. В планах у специалистов обновить противопожарные полосы длиной в 31 километр. Были бы прогнозы, а погода будет. Работники гидромедслужбы отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Метеорологические наблюдения ведут по всему миру. В Уссурийске есть своя метеостанция. Как работают синоптики в Тимирязевском, узнала наша съемочная группа. Праздник на метеостанции проходит в обычном режиме. Раз в три часа, круглосуточно, метеоролог делает обход. Чтобы отследить изменения температуры воздуха, влажности, температуры почвы на разных глубинах, необходимо снимать показания строго по времени. Это должно все происходить в течение 10-15 минут, должны передать. У нас 38 станций в Приморском крае, и вся информация в одно и то же время снимается и отправляется в Владивосток. А там уже синоптики по многолетним картам составляют прогноз погоды, который мы в итоге получаем по телевидению, по радио. Чтобы спрогнозировать опасные для самолетов погодные условия, данные метеостанции передают в аэропорт. Только туманов существует около 10 видов. А помимо них еще гроза, изморозь, шквал, которых с земли не видно. Их могут предсказать только метеорологи. Температура опустилась и поднялась. Мы видим, какая она была минимальная между этими тремя часами. Не последнее место сводки погоды занимают и у агрономов. Благодаря измерениям температуры почвы составляют прогнозы, не вымерзнут ли зимой плодовые деревья и кустарники, и насколько их необходимо утеплить. Помогают синоптики и в вопросе, когда начинать посадку картофеля, кукурузы и сои. Сотрудничают синоптики и с различными службами города. МЧС объявляет предупреждения по данным, которые передает метеостанция. В экстремальных условиях, когда ожидается гроза, снегопад, тайфун, метеорологи работают в усиленном режиме. Кроме того, именно они измеряют радиационный фон и экологическое состояние воздуха. А это автоматика. Этот пишет на компьютер. С развитием технологий, новации пришли и в метеорологию. Сейчас практически весь процесс снятия показаний автоматизирован. Старые приборы остались на случай сбоя автоматики. Но и без человека не обойтись. Приборы не в состоянии разглядеть видимость и облачность. В настоящее время Тимирязевская станция является одним из самых крупных оперативно-производственных подразделений Примгидромета. Анастасия Соленова, Алексей Шиповалов, Телемикс. Готовимся отдыхать на природе. Летняя погода придет в Уссуриск. В выходные дни в светлое время суток столбики термометров поднимутся до отметок в 20 градусов тепла. Колебания температуры ожидают нас в ближайшие дни. Так, в ночь на субботу градусники опустятся до минус трех. Днем в первый выходной солнышко прогреет воздух до плюс 15. Облачно и без осадков. А в воскресенье уссурийцы могут смело отправляться на природу. Время – доставать пледы и мангал. Синоптики прогнозируют повышение температуры до 20-22 градусов тепла. Отличный повод отдохнуть на свежем воздухе. Следующая неделя будет такой же теплой. В среднем днем 10-15 градусов выше нуля. Фермеры заняли центральную площадь. Начала работу весенняя продуктовая ярмарка. На прилавках помимо съедобных товаров – семена для сада и дары леса для здоровья. Продавцы со всего уссурийского округа и даже из соседних районов. Наша съемочная группа прогулялась вдоль прилавков и нашла несколько продуктов, которые не встретишь в магазинах. У меня дедушка занимался всю жизнь помидорами. Я привыкла уже к такой настоящий вкус, поэтому сюда частенько хожу. Сейчас у меня шиповник закончился, вот я пришла за шиповником. По ценам я скажу, что всегда можно договориться. Здесь всегда могут сбросить цены. Так что приемлемые. Посмотрите, народу много. Наряду с привычными солениями – огурцами, капустой, помидорами, перцем – мы нашли на ярмарке соленый арбуз. Рецепт спросили у тех, кто этот самый арбуз продает. В общем-то, в том году просто нашему сыну угостили, вот несколько мешочков дали маленьких арбузиков. Но он взял их и засолил, вот просто в том году. А так как спрос пошел, мы уже заинтересованы, специально солили для покупателя арбуза. Вот так вот оно и пришло. В интернете там рецептов очень много, что-то выбрали, прочитали, что-то выбрали. Вот так вот и получились у нас соленые арбузы. Рецептом не поделитесь? Нет. Какой по вкусу этот арбуз? По вкусу? Шкурочка напоминает соленый огурец бочковой, потому как арбузы же с бочки. Мякоть, мякоть, она приятная такая и такой сладковатый арбузный привкус. Подмор вообще, он очень насыщен хинином. Хинин очень понязнен для человеческого организма. Самое элементарное, это делается настойка. Настойка, это устраняет любые боли. Снимает мышечные, хондрозные боли при натирании рук, ног, поясницы. Для настойки нужен стакан подмора, он стоит 100 рублей всего. И бутылка водки. Настаивается 21 день. Натирания вообще очень хорошие. Михайловский район, Осиновка. Мы выращиваем ее, ремонтантная земляника. Вот ее, что осенью, замораживаем на зиму. Очень витаминная, полезная. Приходите, покупайте. Так что, когда будет еще свежая, приходите засвежей. А когда будет свежая? Ну, в конце мая. Вот именно красноперка с тавричанки. Есть сахалина, есть камчатки, есть сольги. Как бы разное. Рыбу хорошо на ярмарки берут. Это я уже второй раз пришла. Я купила лук, семена. И такого лука купила. И рыбу сегодня покупали, свежую покупали, мясо купили. Вот и сыр брали, молочные продукты брали. В общем-то, конечно, хорошо, что организовывают. Очень хорошо. Много людей, что покупают. Так что, пусть каждый раз будет у нас торговля такая. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. Ах, это свадьба! Готовится премьера в Театре драмы. Массовый турнир. Уссурийские пловцы соревнуются в чайке. Забота для селян. Медицинский автопоезд приехал в наш округ. Строительно-производственная компания «Главмонтаж Объединения» предлагает приобрести квартиру по доступной цене в новом строящемся доме по улице Локомотивная, 12. Количество квартир ограничено. Подробности и проектная декларация в офисе компании по адресу Выгонная, 2. Телефон 26-93-65. 24 и 25 марта в Доме офицеров с 9 до 18 часов состоится продажа новой коллекции «Пальто весна-2018», а также распродажа шуб со скидкой до 50%. Спешите с 9 до 18 часов в Дом офицеров. Ломбард Кредит Сервис открыл новый офис на 5-м километре по адресу проезд 1-й Фадеева, дом 16. Ломбард Кредит Сервис. Теперь ближе, удобнее и быстрее. Телефон в Уссирийске 211-255. Распродажа мебели из Италии от салона «Эго». «Эго» всегда выгодно. «Некрасова» 256. Торговый центр «Камелот». 244-704. Модная одежда. Новое. Весеннее поступление. Золото и украшения. Комфортные цены. Самые разнообразные подарки. Очень, очень вкусный кофе. И многое другое. В торговом центре «Белая гора». Приходите. ABC-шоу и телемикс представляют мировой чемпионат юмора в рекламе «СМЭКС». Избранные ролики со всей планеты. Самые зрелищные и провокационные. 30 марта в молодежном центре «Горизонт». Вечеринка пройдет в черно-белом стиле. Поддержи наших. Каждый билет участвует в розыгрыше телевизора и домашнего кинотеатра. Не упусти свой шанс. Категория 18+. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. 27 марта актеры отметят свой профессиональный праздник. К этой дате театр драмы имени Веры Комиссаржевской подготовил подарок для зрителей. В пятницу, субботу и воскресенье состоится премьера нового спектакля. Комедии «Шикарная свадьба» по пьесе Робина Хоудена. Наша съемочная группа побывала на сдаче постановки. Привет. Ты кто? Ну, чудесно. Спасибо. Я тебя знаю. Как приятно. Лесно слышать. Утро, постель и незнакомая девушка. Неожиданный поворот событий, когда до свадьбы несколько часов. Билл с ужасом понимает, что мальчишник прошел слишком бурно. Более того, сам жених не помнит подробностей. Так начинается «Шикарная свадьба» – новый спектакль театра драмы имени Веры Комиссаржевской. Это больше именно комедия положений, где именно ситуация разыгрывается так, что зрителям интересно наблюдать. Не борьба характеров, а люди пытаются преодолеть ситуацию, которая складывается и как она меняется. Ну, вот этим отличается, наверное. Ну, вообще все, конечно же, про любовь, как обычно всегда. Про любовь. Для Бориса Бехарского это не первый опыт в роли режиссера. До шикарной свадьбы были и детские спектакли, и постановки для взрослого зрителя. В свою новую работу Борис привлек молодых актеров театра. Александр Нишинкин сыграл шафера, который старается уберечь друга от позорного скандала. Сделать это непросто. Невеста поджидает за дверью номера, а мимолетное увлечение жениха таится в ванной комнате. Простите, пожалуйста, там просто моя невеста может приехать в любой момент и... Конечно, в чем-то схоже, потому что совсем выпрыгнуть из шкуры своей не думаю, что получается у многих. Вот, ну, пытаюсь сделать не себя. А так, конечно, схожи, веселенькие, заигрывают с женщинами. Типа того. В суматохе герои запутывают друг друга еще больше, но все же надеются на счастливое разрешение пикантной ситуации. Что у них получится, зрители увидят на премьерных показах спектакля. 23 марта в 18.30, 24 и 25 марта в 17.00. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс. Самый массовый турнир по плаванию «Усурочка» стартовал в бассейне «Чайка». Два раза в год пловцы собираются в Уссурийске, чтобы сразиться в многоборье. Спортсмены преодолевают три дистанции разными стилями. А за первые места получают большие мягкие игрушки. Бассейн «Чайка» собрал сильнейших спортсменов Приморского края и Хабаровского. Эти соревнования проводятся в два этапа – весной и осенью. Сейчас выступают юноши и девушки 2002-2003 годов рождения и 2004-2005. Все плывут по системе многоборья. Каждый участник должен преодолеть три обязательных дистанции в одном избранном стиле плавания. За каждую начисляются очки, которые в итоге суммируются. «Все стараются свой сделать формат соревнований, чтобы они были интересны детям. Вот у нас в Троеборье где-то что-то другое придумывают. Там тоже интересно. Во-первых, еще в Уссурочку удобно приезжать. То есть Уссурий в центре края и всем удобно сюда собираться». 283 спортсмена выступят в течение двух дней. В первый плывут 50 и 200 метров. Во второй – сотню и эстафету. По итогам первого дня среди уссурийских лидеров Александр Артамонов и Дмитрий Беликов, а также Влада Бурыгина. «Моя любимая дистанция – это 100 брас. Потому что она, во-первых, брас – это моя самая любимая стиль. А во-вторых, 100 метров пьется не так сложно, как 200 и не так сложно, как 50». Любители многоборья приезжают в Уссуриск постоянно. И ежегодно расширяется география участников. Высок и престиж соревнований. Есть у них и свои особенности. «Уссуриск – это такие особые соревнования, потому что они одни-единственные, где проходят троеборья 50, 100 и 200 метров избранным стилем. И в общем зачете, получается, выделяют места и дают игрушки». «Это наша традиция, это наш бренд. Только на Уссурочке в призы дарятся мягкие игрушки. За первое место вот такие медведи, за второе поменьше, за третье маленькие. То есть у нас обязательно мягкие игрушки». Призы пока дожидаются победителей в бухгалтерии и бассейна. Кто станет их обладателем, спортсмены узнают только после завершения соревнований, когда преодолеют все дистанции и по сумме очков определят лучших. Ежемесячное денежное довольствие в старости будет рассчитываться согласно наличию пенсионных баллов. Их начисляют работающим за каждый год трудового стажа. Идет ли накопление у мам-декретниц? Ответ узнаем из рубрики «Телеконсультант». Знаю, что в старости будет пенсия зависеть от количества накопленных баллов. Подскажите, а за время пребывания в декрете идет начисление каких-то баллов или нет? С 1 января 2015 года пенсионные коэффициенты начисляются не только за периоды трудовой деятельности. Так называемые страховые периоды, к которым относятся, и периоды ухода за детьми, тоже имеют свою стоимость в пенсионных баллах. Так, за периоды ухода за детьми до полутора лет на каждого ребенка коэффициент составляет 1,8 балла за каждый полный год ухода за первым ребенком, 3,6 балла за каждый полный год ухода за вторым ребенком, 5,4 балла за каждый полный календарный год ухода за третьим или четвертым ребенком. Если продолжительность такого периода в соответствующем календарном году составляет менее полного года, коэффициент определяется исходя из фактической продолжительности периода ухода за ребенком. При этом один месяц указанного периода составляет 1,12 часть коэффициента за полный календарный год, а один день – 1,360 часть коэффициента за полный календарный год. Эти нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали или следовали за ними периоды работы, независимо от их продолжительности, в течение которых уплачивались страховые взносы в пенсионный фонд. За более подробной информацией можно обратиться по справочному телефону пенсионного фонда 315110 или 319669. Медицинский автопоезд «Забота» снова в Уссурийском округе. Доктора больницы на колесах осмотрели пациентов Степного и Элитного. «Забота» – это выездной прием врачей краевого уровня, которые путешествуют по Приморью. Каких специалистов проходили селяне и куда передвижной состав отправится дальше, расскажем в нашем сюжете. «Забота» в Уссурийских селах. Первая станция медицинского автопоезда – Степное. Проверить и поправить свое здоровье с утра пришло около 50 человек. И это только начало. От терапевта к хирургу, стоматологу, потом пройти УЗИ и сдать кровь, обойти несколько врачей жителям сел. Элитного и Степного удается в один день и довольно быстро. Некоторые специалисты разместились в таких вагончиках. Нина, я за тобой. В этом вагончике сразу два специалиста. За одной дверью мужчины и женщины делают УЗИ по направлению терапевта. Сразу же и пояснение от врача. А напротив – лаборатория. Здесь проводится забор крови из пальца на клинический анализ. Проверяют уровень лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. Пока, в принципе, варианты нормы у всех идут. Да, пока все нормально, особо ничего нет. Но еще просто мало народу прошло, поэтому... Ну, вообще, за сегодняшний день ожидается большой нахват людей? Ну, ожидается, да, будет, что будет много народу. Но это не от нас зависит. Ну, готовы? Конечно. Врачи заботы приезжают в Уссурийский округ уже пятый раз. В декабре впервые стартовал детский автопоезд. Благодаря проекту качественную медицинскую помощь получили более 5000 сельских жителей. Зубцы все на месте, никакой острой патологии нет. Ничего нету. Я говорю, я здоровая, молодец. Осмотр надо всегда делать. Ну, прошу всех врачей, всех, что здесь есть полностью. Что говорят? Ну, практически здоров. Все хорошо. Уже каждый год за ним к нам приезжают. Удобно. Я, в общем-то, только пришла. У меня только ЭКГ сделали. Но, вообще-то, я... У меня окулист только. Самый главный врач. Потому что зрение совсем плохо садится. В медицинскую бригаду врачей входят терапевт, хирург, стоматолог, офтальмолог, гинеколог, специалист УЗИ. Также селяне могут пройти скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний. Местный врач в Степном тоже есть. Но по его направлению нужно ехать в город. А это почти 20 километров. У нас фельдшерский пункт медицинский. Ольга Алексеевна, она всегда помогает. И мы лечимся у нее. Она дает, если что-то серьезное, дает направление. Маганикольск, Сурийск. Благодаря краевой программе за час-полтора рядом с дома можно пройти нескольких специалистов. 23 марта забота переедет в Алексей-Никольское, куда будет организована доставка жителей ближайших сел. Два дня, 24 и 25 марта, здоровье смогут проверить жители Пуциловки, Улитовки, Богатырки и Монакина. Последняя остановка докторов 4 апреля для пациентов Красного Яра и ближайших сел. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. Окунуться в атмосферу таинства, красивого вокала и ярких танцоров могут зрители канала Телемикс. В субботу и воскресенье мы покажем мюзикл «Фантасмагорию» по мотивам произведения Николая Гоголя «Вей» на сцене уссурийские артисты. Постановка прошла в начале марта в Центре культуры и досуга «Искра». Повторять ее организаторы не планируют. Но у зрителей нашего канала есть отличный шанс увидеть необычное решение режиссеров. Традиционный сюжет заиграл новыми красками. От классики Гоголя остались лишь знаковые персонажи. Даже песни звучат в современной обработке. В постановке участвовали певцы студии «Овация», танцоры коллективов «Акварель», «Абаль», «Артденс», модели студии «Лексашанс», актеры «Пегаса». «Вей» по-уссурийски абсолютно оригинален. Если вы не успели посетить единственную постановку в «Искре», у вас есть шанс увидеть ее на экране. Канал Телемикс суббота 19.20 и воскресенье 15.05. Не пропустите. На этом пока все. Сюжеты вы сможете увидеть и на нашем сайте телемикс.тв. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале.